Почетный гражданин Челябинска Почетный гражданин Челябинска Он совершил революцию сначала в микрохирургии, а затем в пластической хирургии Александр Григорьевич заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии Челябинской областной клинической больницы Мы не раз рассказывали историю о том, как знаменитый хирург спас пациентов от инвалидности, пришивая оторванные пальцы, спасая отрезанные руки и исправляя изувеченные лица Кто столкнулся со мной как с реконструктивным хирургом, это те пациенты, которым мы пришивали оторванные конечности, откушенные носы, уши Те, кто по сей день меня воспринимает как реконструктивная хирурга и эстетическая хирургия, может быть, не знает А те, кто столкнулся с эстетической хирургией, кому я увеличил, исправлял нос, увеличивал грудь, те меня знают как эстетическая хирургия Вот некоторые группы пациентов считают меня таким, а некоторые таким, а я и такой, и другой Сейчас доктору Пухову 65 лет Из них ровно половину он занимается пластической и реставрационной хирургией Тогда, в середине 80-х, в стране об этом чуде даже и не знали Будущая клиника профессора Пухова была организована еще в советские времена, как микрохирургический центр, который обслуживал южноуральцев и жителей соседних областей Тогда все идет, конечно, вот о пластической хирургии, о перспективах, только Саша мог говорить В ряду с людьми, которые в столицах начинали, увидел и поверил, что это можно в Челябинске и сделал это В этом плане, конечно, Челябинск был и есть, ну, метко-неметко, но достаточно яркое такое явление В 80-х истории об успешных операциях доктора Пухова гремели на всю Россию Это был настоящий прорыв для всей медицины А скажите, у вас было какое-то совещание у врачей? Вот вы собрались все вместе для того, чтобы решать, что делать? Или нет? Такая ситуация... Антон не первый, далеко не первый Конечно, то, что ему пришиты две конечности, это достаточно редкий случай и в мировой практике А что касается реплантации одной конечности, оторванной верхней или нижней, это наша повседневная работа И то, что Антон поступил с двумя оторванными руками, мы не собирали никаких собраний, совещаний, все знали, что делать и пошли дружно на операцию Когда такую операцию сделали Антону, в мире их было сделано всего несколько О каждом случае писала пресса, писали специальные медицинские журналы Здесь приехал человек в городе Челябинске с ампутированными руками, обеими Ему просто их не совещаясь пришили и на этом, как говорится, делал конец Антон, а вы можете просто немного поднять рукав вашего джемпера и показать, где остались швы? Это настоящее хирургическое чудо Молодцы! Дети наши, они недавно об этом узнали Мы, конечно, ездили на передачу, когда они были маленькие еще туда, жить здорово, но не зафиксировалось, видать Я лично понял, что мой папа герой после такого, что он такое пережил, и это очень такой поступок отважный Гордимся, гордимся папой Таких отделений, как у нас, в России практически нет, в мире это единицы И здесь мы можем оперировать все, мы оперируем все, что есть в мире, какие операции есть в мире, мы можем сделать все Мне нравится больше именно раздел реконструктивной хирургии, где мы пришиваем оторванные при травмах конечностей Когда восстанавливаем удаленные какие-то части тела при больших каких-то опухолях Это, допустим, чтобы пришить руку, это требуется от 5 до 10 часов И создать такую команду где-то, как вы говорите, уехать в Париж и там, это нереально Впервые я с ним познакомилась как с абсолютно выдающимся, уникальным микрососудистым хирургом Это очень важно, потому что в пластическую хирургию сегодня идут все, кому не лень Александр Григорьевич Пухов пришел в пластическую хирургию, оставаясь микрохирургом А это самое сложное в медицине То есть он из тех, кто может сшивать мельчайшие сосуды, мельчайшие нервы Уникальная работа микрососудистого хирурга К профессору Пухову едут со всей России и даже из-за границы Оперироваться у челябинского хирурга мечтают люди из Австрии, США, Германии и Франции Но большинство пациентов все-таки наши соотечественники Меня направили, говорят, ну у вас единственная надежда, это вот Александр Григорьевич, вы можете к нему обратиться Уж если поможет, то только он Все делается для того, чтобы пациент выздоровел Вот у меня сложилось такое впечатление Вот это вот очень как бы меня поразило И я очень довольна, что я все-таки попала к Александру Григорьевичу Он для меня теперь, знаете, Бог Я только на него смотрю и говорю, я верю в вас И только вы мне поможете Он работает с людьми И у него кабинет не закрыт Что если ты не простой смертный, ты не можешь сюда подойти У него нету снобизма Вот этот снобизм, который присущ очень многим людям Которые сразу же встречают тебя, если ты не Луи Витон И не одет, я не знаю, по последнему писку моды То значит, ты не достоин вообще сюда зайти У Александра Григорьевича это отсутствует полностью Он смотрит на человека, как на человека, понимаете Я в восторге Я, когда я узнала, что он меня опять примет И что у него есть время, это более чем Среди пациентов Александра Пухова есть и знаменитости Видные политические деятели и эстрадные артисты Эдита Пьеха, Валентина Леонтьева, Елена Образцова, Надежда Бабкина, Роман Виктюк При этом доктор Пухов ежедневно оперирует пациентов по ОМС Какое-то мнение существует о том, что я оперирую только звезд Некоторые пациенты приходят и говорят Ааа, наконец-то я вижу живого Пухова Я говорю, а почему? Она говорит, так я думал, вы только звезды оперируете Да где же только звезд набрать каждый день, чтобы их оперировать У нас нет столько звезд Нет, мы оперируем, у нас две категории пациентов Основная категория, которой мы занимаемся Это пациенты, которые мы оперируем по ОМС И к нам попасть Скорая помощь привозит и днем, и ночью Эксиных укушенных собакой Которых там откусили нос, уши Или кому отпилили руку Есть категория пациентов коммерческих Которые мы делаем эстетические операции То есть это две такие большие категории И этот миф, который существует, что мне не найти И что увидели живого Пухова наконец Вот оно всегда Всегда в любое время приходите в областную больницу В отделение пластической хирургии Фотографиями со счастливыми улыбками благодарных пациентов Можно любоваться бесконечно Так же, как и званиями Александра Григорьевича Доктор медицинских наук Почетный профессор Европейского университета Действительный член французской, итальянской, нью-йоркской академии наук Впрочем, весь опыт, полученный за границей Пухов передает российской медицине К академику четырех всемирно известных академий наук Едут не только за здоровьем и красотой, но и за знаниями Профессор Пухов скромно говорит, что выпустил уже третье поколение врачей Сейчас его ученики оперируют по всему миру Я очень давно хотел работать именно с Александром Григорьевичем С первого курса, ну, наслышан о нем И всегда мечтал здесь работать в этом отделении То есть поучиться у него, поучиться опыт Вот, вот, Александр Григорьевич не отказал, дал добро Ну, разрешил, то есть Вот, и я очень рад этому Много наслышан Александр Григорьевич, соответственно, захотелось бы именно у него Обучаться, практиковаться Такого уровня операции, то есть, там мало где делается И доступ именно к операционной, то есть, не во всех клинических базах предоставляет Под руководством профессора был сформирован высокопрофессиональный дружный коллектив специалистов-хирургов Врачи клиники систематически проходят обучение в России и за рубежом Это позволяет им на высочайшем уровне проводить операции любой сложности С некоторыми коллегами Александр Пухов стоит за одним операционным столом уже больше 30 лет С Александром Григорьевичем познакомились 38 лет тому назад Вот, я пришел в эту областную больницу, в интернатуру Профессор Малышев мне сказал, ну, кем хочешь быть Я сказал, вот, хочу пока в сосудистую хирургию Он говорит, а мы можем микрохирургии Я говорю, вот это, об этом я мечтал О микрохирургии я узнал где-то еще участие на четвертом, третьем курсе Он сказал, тогда и Щепухова, он будет заведующим отделением микрохирургии Что могу сказать? У нас действительно такая, действительно хорошая дружба По-настоящему, если бы этого не было, то, наверное, мы бы столько времени не работали Мы делали такие вещи, которые удивляли москвичей Они никак не могли понять, откуда в Челеминске это делается Мы все время постоянно выступали на всяких конференциях, симпозиумах Не только в России, но и за рубежом И там просто говорили, неужели в России такое делают? А мы это делали в Челеминске Это человек, создавший отделение, которое спасает людям в жизни Спасает их работоспособность, экономит колоссальные деньги государству Создать отделение с нуля – это очень большая заслуга А создать единственное, наверное, в России – это одна из причин, по которых, наверное, он и заслуживает такого высокого звания В отделении, где работает профессор Пухов, царит особая атмосфера Пациенты его клиники отмечают особый профессионализм персонала, а также внимание С которым подходят к каждой операции анестезиологи и медсестры Сегодня Александр Пухов – регулярный участник международных научных конференций, конгрессов, симпозиумов За свою блистательную деятельность профессор Пухов награжден многочисленными медалями и дипломами Очередным званием почетного гражданина города Челябинска профессора Пухова хотят наградить и челябинские власти Очень такое важное событие в моей жизни У меня было много наград, там все правительственные награды Ну, такие как бы общие Это же награда города, то есть это заслуга города То, что я посвятил 40 лет своей работы в городе, в областной больнице Я думаю, что это, конечно, такая награда и необычная, и я считаю, очень-очень-очень серьезная и очень важная Мне кажется, если я получу это звание, то я, наверное, больше всего буду гордиться именно этим званием А не какими-то моими многочисленными медалями, орденами Именно это звание, наверное, будет, я считаю, самое важное Впрочем, награды и звания все-таки вторичны Александр Пухов уверен, чтобы стать врачом с большой буквы, нужно самозабвенно любить медицину Молодые годы хирурга Пухова прошли в работе Для хирурга это большое счастье А впереди новые вершины и неизвестные горизонты Александр Григорьевич Пухов, конечно, безусловно, красавец мужчин А если учить, что он хирург, хирург большой, хирург известный То, я думаю, толпы женщин просто привлекает сама личность доктора Пухова Могу сказать, что я пока не делала никакой операции в медицине Но если буду делать, пойду только к нему Это тоже важно понимать И могу сказать тот факт, что у него вот такой бэкграунд Огромный большой микрохирургия, конечно, делает его отдельно стоящим человеком Среди всех пластических хирургов России Ну, я думаю, не только России Потому что сегодня приходит просто в пластическую хирургию А он выдающийся хирург вообще в серьезной большой хирургии Для успешной профессиональной карьеры Помимо знаний, характера, необходим еще кураж Это у Саши есть Вот без куража очень сложно чего-то добиться То есть кураж, удача, жизнелюбие Вот повторяюсь, может быть, вот это возможность и желание заглянуть за горизонт А потом туда дотянуться Редактор субтитров А.Семкин